всем приветик здрасте сегодня вот болталочка сегодня будем отвечать на вопросы на ваши продолжаем эту тему написали вопросики надо на них ответить здесь у вас все хорошо мы едем магазин сейчас и нам нужно купить удочки на нашу возможную рыбалку возьмем складные удочки артем не все равно о чем вы говорите говорите больше и чаще вас приятно слушать такая правильная речь сейчас сейчас дефиците не то что у меня завидуем молча буду завидовать спасибо большое это у нас юзер сию и нет смысла нету смысл читать в общем столько приятных слов если честно очень-очень прям вот это знаете как у меня случай такой в детстве долл у нас у нас было школе дилектор и директриса фамилия не было козлова и как человек она была не очень и причем не только позиции учеников позиции учителей на это первую очередь потому что учителя все от нее просто там не по справедливости многие вещи были и все хотели когда же она уйдет на пенсию вот и настал такой момент начали ее провожать и переборщили с лестью она говорит такая я столько приятных слов от вас услышала то есть столько всего хорошего я даже не ожидала пожалуй останусь еще на годик вот и осталось еще на годик это к чему сказал ну ты сказала что столько приятных слов они написали мы короче остаемся на ю тубе будем короче вести влог каждый день все артема бы доверила обучение сына мешает доверие смотрю вас со времен вашего переезда сша вот прям можно сказать первые дни и не отписывал спасибо большое очень приятно наши люди которые вы представляете на протяжении столь лет с первых дней на земле мало это же 7 лет это так вроде летит летит а когда задумаешься сколько лет 2016 год уже восемь лет скоро будет из киева огромный привет спасибо за ваши комментарии за хорошие теплые слова дальше кто у меня в боке живет большой привет в общем не знаю пишите не знаю инстаграме свой адрес если мы там будем мы в каратон и не обязательно свой адрес то есть маньяков полно элементарно просто можем где-то пересечься даже кашки это много раз такое было просто иногда с людьми тоже youtube смотрят встречаемся и просто тогда помнишь последний раз мы на одной волне по моему часов просто встретились табыкс да по моему часов 4 проговорили как будто уже пищи лет друг друга знаем да это нас северной каролины ребята приезжали и мы прям так хорошо с ними посидели большой привет так в общем а звук ратона если что пишите адрес еще что-то я не маньяк если что боится что вы испугаетесь наверное не маньяк себя не отвечаю так что пишите мы приедем если будем в укротон там где-нибудь встретимся пересечемся адрес любой какой где вам удобно так что нет проблем чаю чаю попьем . орден привет передайте пожалуйста юлия михайловой из воронеже юля привет юлия михайловой привет флориды спасибо или всегда с нами так кстати куча куча по моему сценаристов комедий club они все из воронежа да по моему полно там именно авторов у вас там какая-то видать юмористическая аура такой вопрос есть о спасибо за такой подробный ответ а на вопрос о про путешествие и тогда вот еще вопрос видимо эту человек нам уже задавал есть что-то о чем вы скучаете живя в америке без учета там родных близких людей друзей это понятно да а вот раньше наши люди скучали например по гречке вот сейчас понятно что это все привозит уже или по березкам вот у вас есть что-то такое что-нибудь такое но сделано нет просто есть на какие-то такие гештальды я свое детство провел на даче 250 километров от уфы как тут у меня очень много хороших воспоминаний связано с этим и там не появлялся даже находясь в россии ну довольно таки 10-15 лет до не появлялся сказалось бы что мешало находясь в уфе съездить туда и речь о том что можно там съездить утром уехать вечера вернуться речь не про ночевку 200 кайтер не проблема и когда оказался здесь например сейчас почему-то иногда вспоминал думаю вот жалко хотя бы перед отъездом съездить бы туда надо было да просто почему-то хотелось вот наверное это и все а если какие-то такие знаете бытовые березки туда прикольно березки но говорят они здесь тоже есть где-то даже в калифорнии по вам встречаются малых количествах наверное не так как мы привыкли хотя может каких-то штатах довольно таки и распространены здесь принципе я знаю что береза здесь есть но всегда конечно же трепетно отношусь когда каких-то дизайнерских магазинах очень часто используются какие-то подсвечники которые березовой корой листой скажем так вот этой украшены почему-то какая-то реакция наберет на березовый вот это что то есть что такое родное я сейчас просто это тайну открою небольшую пока не про себя буду говорить про Артема а он если честно скучает у нас в Башкирии там в Уфе мы постоянно отдыхали в бане карповые бани карповские да ну нет у нас не только карповские мы же до этого ездили там в Уфе на Гастелло были бани то есть где мы жили куда ближе мы периодически семьей выезжали мы последнее время перед отъездом как раз туда ходили ездили там отдыхали такие маленькие баньки просто но они недалеко были от нашего дома и мы туда ездили там такая дорога знаете вот просто ты едешь лес с одной стороны или с другой стороны башкирии она такая как бы зеленая и вот мы едем когда они такую дорогу видим примерно да и вот все сразу же картинку у Артема часто заехать карповские вот эти вот в бане и вот он вспоминает вот эти какие-то такие моменты и вот он и понемножку по ним скучает иногда здесь вот нас приглашали в баню здесь есть бани но это как будто бы почему-то хочу туда а вот хочу туда вот такая ностальгия у него в которую он в принципе скучает там все банально на самом деле просто маленькая комнатка с сауной с баней душевой телевизор чайник заваренным чаем но с детьми мы туда приходили они плескались у нас в тазиках тут же телевизор с рода не смотрели но там почему-то смотрели какие-то клипы или еще что-то мы смотрели я помню очень хорошо это люди которые занимаются перформансом каким-то да и вот просто сидишь на каком-то релаксе причем обычно туда особенно зимой прикольно когда с холода ты в эту баню я помню тоже писать что мы перформанс смотрели просто женщина какая-то сенью сядет на стуле посреди зала и замри в одной позе заберет и все люди ходят и сидит и 24 часа там сутки сидит грубо говоря и все на нее смотрят вот в принципе это искусство такое да сейчас она такая там известная женщина в общем вот такая ностальгия есть у меня если честно я помню еще кстати я практиковал живя в уфе иногда делать небольшие крюки и проезжать по своему родному двору родился я в норсе улица транспортная транспортный дом 50 это пятиэтажки и вот в этот двор я просто даже на машине так проезжал и выезжал оттуда прикольно ну там понятно некоторые там дедульки сидят я понимаю что это какие-то в лице издалека знакомые то что детство я там провел в этих дворах вот такие наверное ностальгические места и причем ностальгические места не по тем местам где ты жил последнее время или еще что-то вот именно по детским местам где-то детство проводил у меня по крайней мере да такой начинаешь вспоминать самые твои такие моменты которые ты уже никак не вернешь уже все воспоминание приятное остается родные из плюсов конечно же ну про родные вы сразу это отсекли эту тему потому что это элементарно это понятно но очень сильно конечно спасает видеосвязь это наверное в те далекие времена когда не было какого интернета это было бы наверное люди просто уезжали там писали письма раз в неделю чуть-чуть упали да у нас тут это стоечка появилась видите я руками уже мышу у меня рука одна свободная но это еще солнце такое конечно прям глаза слепит но сейчас оно самое такое на закате когда едешь на запад она прям слепит у нас есть время в машине мы сейчас как раз и на вопросики решили поотвечать в общем о чем мы говорили да по поводу березок и всего прочего да в общем так а про меня если честно я даже не могу понять что чего мне не хватает здесь нету каких-то таких вещей тоже родные там это первом месте так туда это с оговоркой что ирина говорит нет никаких помимо родным да я не помню чтобы я не могу сказать что я там что скучаю а знаете кстати почему я скучаю наверное по хорошей иногда и питание по-хорошему в америке все-таки не очень хорошо готовят и на самом деле все многие говорят что наши особенно да и приезжать там европу еще куда-нибудь господи как нас в америке плохо кормят действительно ну если ты там понятно там нишленовские дорогие рестораны ходить ты же каждый день не будешь вот смотря какой у тебя кошелек если брать такую семью говорится стойка есть не надо надо еще защёлкнуть немножко я сейчас припаркую пока моя рука видимо лучше всего и конечно же и да здесь не очень хочется вот я бы я сто процентов понимаю что я сейчас нам зашла где-нибудь поела бы наверное даже саму собой дешевле было и это было бы в гораздо вкуснее и картинки вы будете вывести нарисованы ты знаешь что ты берешь вот так что нормального питания не ну ты говоришь наверно при желании то найти здесь можно я я и говорю при желании можно найти по сути дела но все равно мне кажется все из массового масса даже все люди говорят что вот плане еды конечно же но все таки не не так прям хорошо но жаловаться не на что ты и сюда можешь найти расскажу больше на самом деле наверное многое конечно от места зависит но если заехать например макдональдс майами некоторых местах ты поймешь что мои макдональдс от не ресторан в то же время я помню в россии макдональдс домики вкусно и приятно тоже наверно некоторых местах у нас по крайней мере было так и в контрасте ты понимаешь что здесь макдональдс во многих местах гораздо во многих местах гораздо хуже здесь чем франшиза ну сейчас понятно нету но мы же понимаем что по факту то наверное занимается плюс-минус одни и те же люди просто теперь нет франшизы называется по-другому по факту то скорее всего плюс-минус все осталось как и было что привыкаешься равно там своим помидором до помидоры кстати здесь очень тяжело найти прям таких вот мясистых не пластмассовых там чаще получалось находить так что в плане еды уж и артем конечно загнул про макдональдс я то немножко по другую еду говорю макдональдс да и есть и даже макдональдс отличается то уж что говорить про другую на самом деле можно найти при желании но даже богатые наши здесь девчонки которые живут вот прям вот реально там замужем за американцами за богатыми где только не бывают и они даже сколько ресторанов они дома не готовят каждый день там питается завтрак обед ужин у них в ресторанах все равно говорят что плохо кормят и я если честно с ними согласна абсолютно стоп это сто процентов хоть я так не хожу прям по ресторанам там завтрак обед ужин там дома готовлю но я согласна с ним так следующий вопрос спасибо за вопрос такой даже вспомнили пробу они про все про это ребята привет из уфы спасибо за влог очень интересно сочетается на мага 784 в общем привет огромный такой еще вопросик можно камеру перенуть это там блик идет больше нормально ты светишься сори ребята у нас такая съемка конечно сегодня ну ладно как говорят некоторые психологи лучше сделанное лучше идеального да давайте так действительно а то иначе видео мы просто не спасибо за ответ про дружбу про дружбу отвечали как-то в одном из видео по комментариям и расскажите о каком-нибудь ярком событии жизни в сша когда что-то в моменте казалось напряженным но потом вспоминайте как о чем-то важно такие классные вопросы спасибо большое и что-то такое что-то напряженным это каждый день дал чтобы потом вспоминать что она важна это таких наверняка артемки мне кажется вообще вся жизнь напряженная у меня тоже мне кажется у меня так вообще она из детства напряженная все время у нас такое счастье что мы не можем быть в каком-то таком расслабленном с нами все сами себе задачи проблемы да и движ какой-то все время на мне в работе прикольно или нами говорит но тебе освобождаться от работы надо нанять сотрудников что вот эти задачи ты делаешь ты тратишь на их много времени нужно их делегировать и так далее все здорово нанимаю сотрудников дополнительные делегируем задачи придумываю себе новые теперь нужно и опять нужно что-то делегировать то что то что раньше не делалось начинает делаться потому что я от предыдущей работы избавился я взвалил на себя другую которая тоже важно оказывается и так далее так что это до бесконечности мне кажется может сюда рост как говорится должен быть рост постоянный не знаю на по поводу напряженки дартемная да он все время вот его к он знаете у него я ему всегда говорю это вот часто между нами на я с вами поделюсь да он счастлив когда он несчастлив это фильм это это вот действительно он казалось бы надо радоваться да вот прям прыгать и скакать а он будет с таким вот каким-то несчастным лицом сидеть и страдать но вот я грану понятно ты грущат ли когда несчастлив нет это немножко про можно на таком менеджерском языке более это классифицировать есть тип людей которых вот обычно бросают на какое-то антикризисное управление есть тип руководителей которые там управляют там какой-то компанией в стабильности вот второй тип он не скучен то есть если все хорошо все стабильно нет начинает надоедать очень быстро а вот когда мне например дают вот говорят вот здесь ужас какой здесь убытки и нужно сделать из этого прибыль вот в этот момент у меня сразу же мозг активируется мне это интересно я пытаюсь из минус сделать плюс вот всегда и в своем бизнесе точно также мне интересно когда когда я героически справляюсь со сложностями то есть иногда сам себе создаю да он создает себе сложно что бы не скучно было так не скучно жить вот такие вот человеке но на вопрос у меня ответили вопрос действительно сложный очень такой важного военно не было разве такая прям тревожно сильная прямо переживали а ну это что такое важное чтобы вот именно таком ключе и не могу ничего вспомнить и понятно что важных вещей много было переживание много было значит не так сильно тревожились иначе ничего такого важного не может и вообще не обязательно чтобы важное было через три обязательно чтобы тревога была по-важному интересно смотрите как у нас происходит когда что-то важное значит получается мы не тревожимся так что-то не важно что-либо тревожим в общем логика такая короче говоря ним не могу вспомнить ничего такого что то может быть порог важности у каждого человека рода вот я не знаю что что может быть это надо какие-то примеры наверное может быть для одного человека вот что такое важное а для нас например ерундой покажется у нас каждый день происходит представляете постоянно это решаем каждый день а для них для других людей это прям героически для кого-то важно он мечтал всю жизнь на машине купил ее да а для кого-то важно может быть там у нас вот 10 машин будет нам для нас это неважно кстати к примеру неважно потому что машины для нас это это если действие на будет только по той причине потому что они нужны они какие не нужны и в 10 не важны и ты там как-то я не знаю что еще может быть такое важное но в плане событий событий ну вот я не знаю тимкина у тимка в этот раз скорее всего вот даже закончил для меня может быть немножко я так переживала за него я рассказывал потому что он мне такое тоже как бы приехал здесь но переживание были они все лишь раз создали что он закончено хорошо запада об этом прекрасно понимаешь что но ребенок и ты как бы в одном таком переживании и в принципе насколько это важно но в первую очередь для него до для нас это я не знаю насколько это важно это как бы считается нормы для нас понимается то что ребенок должен там примеру пойти что он закончит для нас это как бы норма считать таким прям вот важным каким-то там событием ничего такого важно у нас не против это вообще короче поставьте нам диагноз напишите пожалуйста комментариях интересно даже как это со стороны смотрится в общем-то эти все наши рассуждения так что даже не знаю честно честно могу сказать как-то вот так вот добрый день вопрос такое вы были много где сама люблю путешествия как вы считаете америка оправдала ваши ожидания это та страна где хочется жить или все-таки вы так не считаете понимаю что хорошо там где нас нет но по возможности расскажите более разве развернут развернут тогда заранее благодарю спасибо большое за вопрос в общем мы мало где были в америке и воспринимаем америку как как будто бы там много разных стран то есть здесь если например у возможно в россии также есть возможность есть то есть вопрос есть там не знаю петропавловск-камчатский метам родственники то есть возможно там тоже очень много мест которых мы не бывали и здесь они как-то по-другому расцениваются что такое ощущение что каждый штат это отдельная страна и мы для себя видим как большой потенциал для путешествий саму америку много где не были вот это первое и конечно же если говорить про ожидания в плане бизнеса америка но сша в частности плане бизнеса очень интересно то есть есть много возможностей есть и это наверно делать легче здесь больше ты задумываешься над тем как правильно построить бизнес на твои ожидания бизнеса я на самом деле так наверное думал я так и думал здесь смотришь с позиции грамотный бизнес будет зарабатывать грамотные деньги то есть ты можешь применять свой профессионализм и по крайней мере на том уровне на котором я нахожусь да то есть ты можешь применять свой профессионализм и это будет давать какие-то плюсы в этом плане это конечно же бесспорно плюс в плане бизнеса а у меня знаете у меня как у ребенка всегда огромный просто интерес ты берешь себя просто вытаскиваешь из какой-то зоны привычной тебе не себя просто помещаешь в другую довольно таки стрессовую да это не легко но до этого мы отвечали на вопросы видимо это для нас такой некий наш такой адреналин который вырабатывается нам нужно через это проходить я не знаю может быть это какая-то определенная психика зачем это нужно не знаю но у меня в принципе вот это вот новое место по сути дела куда сюда сюда приехала таких прям ожиданий каких-то от америки вообще не было абсолютно вот просто ты пробуешь что-то новое здесь а если ты еще и получается например там насколько там сильно у меня примеру артем да ты моей семьи то конечно это здорово это такой огромный плюс и просто ты начинаешь эти плюсики собирать но это не означает что это у всех может получиться примеру да другие приезжают и там могут год пожить например и разочаровываться в америке вот я вообще считаю это мало да мне кажется ты еще находишься целый год-два наверно в огромном стрессе мы встречали очень много людей которые могут там за месяц уже освоиться да они могут за месяц освоиться но я думаю что какую-то стадию вот это все надо принятие вот этого всего я думаю вот это мало если ты приезжаешь семьей не один а вот именно такие семейные какие-то пара одному мне кажется я не знаю даже молодые через год они там уезжают и говорят вот мне например там от америки что-то ожидал вот оказывается она не такая это особо и классная когда вот за год люди уезжают например когда год проходит и люди уезжают и потом говорят например что вот эта страна там у нее одни там минусы но это немножко другой значит человек ну не может быть такого все равно какой-то плюсик я думаю найдется в любом случае поэтому человек просто видит только одни минусы плюсов вообще не замечать хотя их очень много вот и я думаю что вот это как-то маловато освоиться проблем нет а вот именно пожить и действительно прочувствовать и понять вот это вот все нужно не маленькое время там один год два у людей там эти депрессии бывает они вообще еще не понимают что они там сделали зачем они приехали вот и могут от страха просто убежать от своих же там мыслей просто убежать из америки потому что но они понимают что все 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 у меня там все я не могу ничего и я все я лучше уеду где мне привычно конечно зачем нам столько энергии тратить на все это новое изучать когда ты в принципе приезжаешь в свое же место и тебе там комфортнее к примеру либо какой-то в другой там стране так что не знаю я думаю что до америка немножко такая она как это так и своеобразная вот многогранная и здесь я не знаю здесь можно вообще сказать что здесь все страны просто вот просто какая-то отдельно планеты здесь все просто вперемешку так что да это международный такой рынок я приеду если сейчас европу я понимаю что я в европе и что я живу с европейцами я понимаю что вот я например германия понимаю что этом в польше я понимаю там еще где-то об америке ты вообще у тебя просто хаос в голове ты вообще ничего сначала не понимаешь где ты люди как инопланетяне представляете то есть еще язык такой непонятный так что не знаю это очень такой сложно на это ответить однозначно могу сказать что вот для меня лично будет это мало чтобы оценить стопроцентно я скажу больше поначалу когда мы завели канал семь лет назад я активно активно общался по skype с многими людьми была возможность было наверное время было желание что немаловажно мы общались люди находясь за пределами сша задавали какие-то вопросы и я наверно классифицировал людей на по крайней мере один тип четко выражал это люди которые как будто бы сюда и едут за заработком вот этих людей наверное америка разочарует потому что чтобы здесь зарабатывать нужно делать что-то экстраординарное нужно где-то может быть впахивать где-то мексиканцы же не разочаруют они здесь зарабатывают они впахивают и туда к себе на родину и живут на эти деньги то есть это вот один тип людей вот артем как раз про этих людей говорит ты готовились пахать ну там например свою свою семью там привозишь деньги они там живут как короли грубо говоря давайте правде глаза я пока пока еще здесь они не тролл арбата валюта живут в одном доме там по 30 человек зарабатывают деньги и потом роскошно живут у себя на родине который их нравится мы разговаривали с одним мексиканцем он таксистом был у него есть гражданство по-моему сша но он с любовью рассказывать про свою мексику ненавидит сша и использует страну исключительно для заработка а любовь у него исключительно к мексике он здесь зарабатывает и скажем так удовольствие от жизни получает именно своей стране вот и соответственно когда люди приезжают сюда они рассчитывают именно на заработок вот мне запомнилась одна фраза например родного человека который ну хорошо в своей стране довольно таки живет и он мне говорит ну если я здесь не смогу в сша зарабатывать больше чем зарабатываю а зачем мне тогда это нужно он мне говорит значит тебе это не нужно если здесь можешь обанкротиться уйти в минуса начать десять раз все заново все что угодно с чего ты решил что гарантированно здесь тебе деньги получены вот и вот наверное таких людей разочаровывает которые ну как часто выражение такое бывает что здесь доллары на деревьях растут и так далее это же не на пустом месте выражение действительно у многих людей такое ожидание здесь можно заработать деньги но нужно это делать как-то иначе не обязательно речь о том что в пахе да там как газон и стричь еще что-то это тоже возможно но можно еще и делать что-то лучше чем другие делают находить какие-то ниши которые не знают если даже пребывание в этой стране на ее можно разбить на несколько частей первая часть когда ты не знаешь просто чем заняться на чем деньги зарабатывать у тебя полно времени и полной энергии потом наступает момент когда это чуть-чуть стабилизируется потом наступает момент когда ты знаешь как денег можно много зарабатывать но у тебя не хватает на это не сил и энергии и времени вот самое главное ты понимаешь как здесь можно заработать это внутренний настрой все-таки должен быть какой-то тысячи идей тысячи идей и на чем может заработать деньги начиная от каких-то идти проектов все что угодно и у нас на самом деле есть некоторые проекты которые имеют место быть то есть вот это же здесь возможно мы понимаем что нам бы годков там 20 еще срезать бы назад до энергии ту которую у нас было не сейчас мы бы наверное еще больше потом что-то придумывали там делали соседали бы до иногда даже энергии не хватает поэтому здесь она ищет кстати тратится очень сильно а этой энергии даже когда ты просто за тарелочками идешь потому что тебе там тарелочку надо купить тебя мозг-то привык на одном языке а тебе надо все это на другом языке если ты 1 как сказать если есть люди которые нескольких языках разговаривают изначально сюда приезжают им хорошо это отлично здорово а когда ты приезжаешь например а кстати у нас такие люди были по в комментариях да ты писал нам что якобы что с вами творится вот вы не можете там выучить язык кстати это тоже имеет место быть вот люди разные приезжают есть вот люди которые изначально знают несколько языков им здесь проще и возможно даже иногда проще но они при этом тоже могут уехать потому что вот нету вот этого внутреннего такого знаете настроек вот и 10 языков знаю а есть люди как например вот я например да я не знаю я приехал и вообще английского языка не знал но при этом я здесь живу хотя мне пишут что с вами творится что мне может английский язык выучить что ты иногда его не можешь сразу же выучить когда у тебя там определен какой-то стресс в америке ты приезжаешь ты не об этом думаешь очень много мужчин снимали видео я помню тоже рассказывали ребята вы там приедете вам придется пахать потому что нужно за квартиру платить за это платить детей кормить надо да они каждый день кушать хотят и ты не думаешь о английском языке но при этом ты заработать здесь деньги сможешь любом случае даже если у тебя нет английского языка таким там путями разными вот это можно сделать так что в этом вот знаете можно со всех сторон прям вот каждую какую-то отдельную личность брать ее разбирать вот и здесь людей очень много разных абсолютно очень много разных людей у всех разные какие-то там причины проблемы и соответственно и уровень развития тоже очень разный это все-таки внутренний какой-то должен быть стержень и настроек определенный так что здесь можно говорить об этом долго и это такое знаете ответа принципе нет по сути дела у каждого человека спроси скажи на вопрос заключается в том разочаровались ли мы или что-то не соответствует ожиданиям нет наверное все как ожидали то есть мы я думаю даже если у нас что-то разочарование какие-то там есть это первую очередь проблема человека но точно не америка и это самое но такое для меня почему-то как-то звучит это немножко неправильно вот это вот разочарование в америке не может быть разочарование своих мыслях об америка и ожидание как ты смотришь на эту америку кто-то живет там где-то там я не знаю у нас там дал башкирии там какой-то деревне ему в уфа это красивая она она ему даром не сдалась понимаете она ему не нужно она он там живет и все прекрасно вот ему там ему там хорошо это вот один уровень людей до помести его в эту ушу он там увидит это столько народу скажет зачем я буду жить приедет к себе в гости домой скажет ты знаешь как в эфир плохо там ужасно там плохо столько народу там люди такие ходят понимаете и все и это будет у людей которые слушают этого человека в этой деревне у них будет представление такое что он о ней сказал на самом деле если они приедут туда возможно у них такого восприятия совершенно отношение к этому городу такого не будет поэтому это зависит только от человека так что у нас это у нас такого наверное да еще не малажный момент наверное когда людей так много путешествует то есть они видят разные страны то есть мы смотрели разные страны пытались там на корявом английском языке везде разговаривать тоже некоторых странах просто вообще категорически отсутствовал русский язык то те же самых мальдивах да на сейшелах нам не с кем было разговаривать на русском вот соответственно ты видишь какую-то разную культуру разные какие-то правила разные ты уже понимаешь эти хорошо будет как-то по-другому вот и к этому готовишься там ты с этим столкнешься здесь ты с этими столкнешься и все ожиданий точно никаких вообще нету и которых не исполнились я разная это не было воспринимаешь это как и как ожидания воспринимаешь как так что мне нужно так чтобы семья содержалась мне нужно чтобы мы могли как-то отдыхать вот здесь есть какие-то скорее цели чем ожидания и ты просто к ним идешь на природа кстати я знала здесь что природа здесь очень такая классная разнообразно вот разнообразные и для меня вот это очень важно если честно я люблю туристов я люблю когда ты сидишь кафе пьешь кофе там или чай и хоть туристы вот я не знаю старец у меня вот такое мое внутреннее желание я вот например живу здесь и вот мне это нравится кому-то вообще не ходит здесь туристы куба не вообще сдались вот а ирина пример надо линия вот это нравится так что это знаете у каждого свои запросы в каждой хотелки и разочарования про россии тоже можно сказать что там очень разнообразная природа но с нас посмотрим на это с позиции комфортно перемещение да здесь можно на машине проехать такие расстояния это будет очень теплично и очень удобно и окажешься в другой противоположной стороне страны и это будет без каких-либо напрягов да вот в этом плане здесь конечно же это все гораздо легче дается то есть у кому 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 что кому что нужно от америки вот вот здесь вот самый главный вопрос что тебе от нее нужно чего ты хочешь так что а мы так мы знаете переместились и в принципе живем как можем и ничего не ждем и не ожидаем от этого абсолютно и даже если случится такое всякой жизни бывает я не мне я думаю что стопроцентной уверенностью я не буду сидеть и говорить что знаете там у на америкам а такая плохая нет это значит я что-то не смогла сделать то что мне надо лично для меня было разочаровалась но это не означает что здесь плохо или там еще где-то это твой выбор ты его делаешь и в принципе ты должен это прекрасно любой стране в любой стране без другой стране есть богатые известные люди любой стране есть нищие люди которые живут по улице и каждый что-то сделать для того чтобы оказаться на соответствующем мы живем там на и пас например здесь сейчас и мы здесь давайте будем на и пас это самый дорогой здесь город во флориде самый дорогой во флориде в этом штате здесь живут миллионеры дороже столица талахаси да да мы же здесь живем такая простая просто семья и мы среди них живем и для нас это нормально а кому-то людей очень важно чтобы он был каким-то очень таким высоким остальные все были ниже вот может быть вот этим людям сложно то есть выражение лучше будет например королем среди среди говна чем говном среди королей да поэтому вот некоторые выбирают так у нас кстати есть по моему светская львица вот в уфе и она приезжала сюда в нью-йорк получается штаты в нью-йорк к своему знакомому а он имел по-моему очень много недвижимости я смотрел вот они встречались я просто вам так кратко примерно расскажу вот она имеет там все а он тут все что имел в испании там везде вот у него какие-то там виллы или дома были он все продал и приехал в нью-йорк и таксует и вот она у него берет интервью и говорит ну вот как ты был таким а сейчас ты просто ездишь вот этим он такой прекрасную прекрасно такое просто прекрасное слово сказал нужно жить играючи понимаете вот это вот не боишься терять что многие люди в ущерб своему счастью держатся за что-то копеечку там центик либо вот за то что у тебя есть рядом все ты уже общение свое там создал ты уже там тебя друзья у тебя здесь родные у тебя здесь все ты должен здесь находиться потому что ну тебе здесь хорошо вроде бы хотел поменять ну а зачем мне вот это что у меня сейчас много зачем я это буду все терять ну ты же глупо же правда да но вот есть такие вот люди которые могут сегодня все иметь и в какой-то момент потерять и они натошить играючи натошить вот так вот понимаете вот так вот и эти люди будут просто у виска крутить и не понимать в принципе я думаю что я думаю много людей которые нас знают тоже также крутили у виска зачем зачем ирине с артемом это надо надо понимаете просто надо и все в уфе был очень давно еще позднее детство скажем так был какой-то богатый предприниматель который принципе в уфе довольно-таки значимый бизнес имел какой-то момент он уехал куда-то там на тибет или на бали и все о нем неизвестно по крайней мере меня что дальше было и вот то есть он нашел какой-то усваившим это какая-то такая вот точка какого-то роста который какой-то момент ты понимаешь что все вот это вот все что у тебя было это не так сильно важно хочется что-то другое и это тяжело понять другим как не смотрит на тебя не просто вообще не понимает нам писали в самом начале комментариях столько-то лет прошло вот там три года в америке я за это время там это своем городе построила дом там еще что-то он сделал ремонт в нем еще что-то как а мы говорим но мы за три года ходили то есть у нас это уже был нужен этот этап давно перешагнули и пошли дальше поэтому здорово рад за тебя что ты находишься на той стадии на которую мы находились 5 назад может упали там несколько как говорится и просто потихонечку определен такой такие люди вот понимаете это очень сложно объяснить очень сложно объяснить и не сложно понять поэтому всех вот всех вот кто именно блогеры вообще они там рассуждают сидят да вот я там год пожил я три года пожил а в америке или наоборот здесь живут это вообще не ребята такая ерунда лучший опыт это наш опыт наш опыт и когда даже не имеется не конкретно наша лучше опыт это свой опыт твой то есть да именно я имела ввиду да свою вашу под вашу куда в этот самый лучший опыт и когда вы слушаете всех всех и каждый просто говорит за себя а нужно прочувствовать это на себе вот так то на своей шкуре вот тогда все поймешь какая америка какая там германия какая польша какая там я не знаю там куда там еще люди эмигрируют да то есть вот все вы сами все поймете это самое лучшее я не я всех слушала и никогда они не когда мне говорили о такая америка и никогда на это внимание не обращал и обращала именно на те вещи которые мне интересны и мне нравится все абсолютно больше ни на что чем там говорят не очень все равно было я что-то увидела для себя и зафиксировалась у меня где-то там в голове мне надо все пример грубо говоря вот так так что вот не знаю вот такой вам совет дом совета все не будет что у нас еще какие вопросы есть такой прям это долго отвечали на этот вопрос такой хороший вопросик я думаю мы же закончим потому что очень долго отвечали так что я думаю вот на это ноте мы ответим сегодня без каких-то приколов хохотушек вот действительно серьезная такая тема очень хорошие такие прям вопросики а такие довольно таки глубокие потому что но поверхностно на них отвечать это это примерно не отвечать вообще вот а углубиться более развернуто чтобы понять от чего же от чего же все это происходит так что вот такие дела спасибо сегодня что кто был с нами мы приехали в омру сейчас пойдем за удочками я не знаю следующие видео может быть там уже начнется у нас выезд из дома как мы поедем и там дальше уже наверное будет отдых если погода не испортится и все будет все будет хорошо так что всем пока 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 пока